Роза хот-шоколад. Роза – древние представители рода шиповник, описывающие многочисленное количество сортов и видов, полученных не только естественным, но и искусственным селекционным путем. История. Роза хот-чоколейт была выведена Ноллой Симпсон в 1986 году в Новой Зеландии и в процессе скрещивания роз чайного цвета с мускатным запахом и палеантовой. Характеристика. Лист. Лиственная масса окрашена в темно-зеленый цвет с глянцевой внешней стороной, имеет большие размеры. Роза хот-шоколад. Ствол стеблевая система крепкая, высоту достигает до 1-2 метра, ширину до 800 миллиметров. На одном цветоносе может находиться до 5 цветков. Цветок роза хот-шоколад относится к группе флорибунда. Буттон содержит до 30 лепестков, которые вместе образуют цветок диаметром до 9 сантиметров. Соцветие может быть в форме бокала или чашки. Лепестки могут иметь прямую, частично махровую и полномахровую форму. Акрас цветовая гамма вмещает в себя оттенки коричневого от красного до терракотового. Цвет роза зависит от погоды. Изменение цвета зависит от погодных условий. В холодную погоду ближе к красному околору, в теплую, к терракотовому. Помимо существующего изменения цвета присутствуют факторы развития. В начале роста в окрасе растения коричневый и красный цвета находятся в равных частях, однако в процессе развития коричневый колор начинает преобладать. Помимо коричневого цвета также могут быть окрашены в оранжевый, розово-красный, розовый с белой окантовкой цвет. Интересно. В отличие от описываемого предоставителя флоры, розоход кока бывает, помимо указанных цветов, еще дымчатого и белого окраса. Из-за схожей цветовой гаммы эти два сорта часто путают. Цветение розы горячий шоколад цветет с первых дней июня до последней декады и октября. Без остановки одни цветы засыхают, другие входят в волную силу. Агротехника. Подготовка посадочного материала. Чтобы растение быстрее прижилось, необходимо обрезать корни и побеги, оставив на обеих частях растения по 30-35 см. За сутки до транспортировки в открытый грунт положить саженицы в смесь из ускорителя роста и воды. Саженцы розы. Подготовка места перед посадкой цветка из семейства розовых. Необходимо выбрать хорошо проветриваемый участок на солнечной стороне сада или дачи. Стоит акцентировать внимание на возвышенности, проверить, чтобы почва была нейтральной или слегка кислой. В случае сильной кислотности грунта следует в него добавить, извести, тщательно перемешать, увлажнить, но не делать болото, не избыток. Ни недостаток влаги розы не любят. Несмотря на хорошую устойчивость к засухе, в случае недостаточного поступления воды корням зеленая масса опадает. Цветение происходит неволную силу. Важно! Если в почве в месте произрастания розы преобладает глина, необходимо добавить в нее смесь из торфа, перегная песка в равных частях по 40 грамм каждого субстрата. Высадка. Чтобы растение быстро и обильно начало цвести, необходимо выкопать лунку шириной и длиной около 45-50 см и глубиной 30 см. Положить на дно лунки дренаж в виде гравия, песка, щебни. Чтобы обезопасить любимца от грунтовых вод, слой должен быть около 10 см. Налить воду и подождать, пока она уйдет. Внести удобрения с преобладанием фосфора, например корневин, в соотношении 1 грамм порошка на 1 литр воды. Посадить сожениться в новый дом, располагая так, чтобы к нему можно было привить другое растение, присыпать землей корневую систему и слегка уплотнить почву. Тщательно полить и подождать полного впитывания влаги. С концом лунки поднять землю к стволу. Образуя холмик, положить вокруг растения смесь из торфа, перегноя и древесные золы. Посадка розы В случае использования растения в качестве украшения клумбы необходимо кусты сажать плотно, чтобы создать визуальный цветной ковер. Важно, если корни предоставителя флоры доберутся до грунтовых вод, то есть риск заражения розы пятнистой мозаикой. Под корм, чтобы удобрение было полезным, желательно следовать указанным рекомендациям выкопать траншеи, влить туда воду и подождать. Полного ее впитывания, положить удобрение, засыпать землей, полить повторно. Под корм роз размножения для увеличения количества кустов необходимо отобрать здоровый крепкий взрослый куст, отделить при помощи. Все кадры с верхней части ветки 10-15 см отросток, удалить лишние листья, срезав нижний лист и составив частично остальной зеленый. Покров поставить в контейнер с водой на 30 дней, емкость желательно хранить в помещении, где держится температура до 30 с. Дождаться корней пересадить в горшок или посадить черенок в заранее приготовленную грядку или горшок, полить почву, создать парниковые условия, дождаться появления побегов и приоткрывать парник для проветривания. Черенки роз уход, чтобы куст радован глаза, необходимо следить за оптимальной влажностью воздуха и грунта, рыхлить после каждого. Внесение влаги в очву, прятать от прямых солнечных лучей, молодые саженцы пикированные с 3 по 6 месяца года, весенний период необходимо. Проводить обрезание веток до 6 почек, обильный полив, не менее 10 литров воды на куст с периодичностью 1 раз в 7 дней, в случае жары. Увеличить до 2 раз, подкармливать удобрениями, в начале сезона, богатым азотом, в конце сезона, калийно-фосфорной смесью. Удалять мусор и сорняки в месте произрастания растения, для профилактики заболеваний и от нападений вредителей, опрыскивать раствором. Бордоской жидкостью или раствором медицерно-кислой инстектицидом рогоз, укрыть перед наступлением первых заморозков торфом, песком. Из соломы предварительно срезав все бутоны, лиственную массу, недоразвитые красные побеги. Укрытие роз на зиму, чтобы куст был аккуратным, следует проводить процесс прищипывания, желательно в течение всего года, но для обновления. Веток его необходимо делать в начале марта. Осуществлять процедуру увлажнения почвы рекомендовано передали после захода солнца. Удобрения следует вносить на второй год жизни растения. Срезать бутоны первогодок до первой декады третьего месяца лета, снизив риск раннего цветения и подготавливая растения для обильного цветения в следующем сезоне. Достоинства и недостатки Среди достоинств роза хот-чоколад стоит отметить крепкий иммунитет, не подвержена вредоносному воздействию мучнистой росы и черной. Мозаики Приемлемая переносимость Избытка влаги Средняя мороза Стойкость выдерживает понижение температуры от минус 6 до минус 23 с по сравнению Сортом розы горячее какао Многократное цветение за сезон до двух раз Роза хот-чоколад цветет несколько раз за сезон. Ряд недостатков стоит внести низкую переносимость засушливых погодных условий Необходимость укрывать на зимний период Подводя итог, стоит отметить, что были рассмотрены детальные описания сорта шоколадный роз, особенности в процессе размножения и Ухода за указанным экземпляром царства флоры Ход-чоколад роза, который заслуживает особого внимания и ухода, благодаря своему неповторимому внешнему виду